Приветствую вас, Соня! Во избежание недопониманий между нами, я сперва отвечу на ваш вопрос, который вы задаете, отвечу на него прямо, отвечу на него конкретно, а после этого дам некоторые комментарии по поводу вашего текста в целом. Итак, вы спрашиваете, мужчина ваш псих, социопат или что это вообще такое? И на это, с точки зрения психологии, я мог бы ответить так, что это человек, который боится близости, который боится эмоциональной, духовной и, возможно, физической в какой-то степени близости, не путать с сексуальной, вот. И поэтому он играет в психологическую игру, я убегаю, ты приближаешься, ты убегаешь, я приближаюсь. Вы можете посмотреть эту игру в интернете, она примерно так и называется, это детская игра догонялки. Вы можете, может быть, вспомните, если вы играли в детстве в такие игры, когда, вот, то вы убегаете за нами гонится, то вы гонитесь, а от вас убегают. Вот. В детстве эта игра призвана помочь ребенку почувствовать лучше свои личные границы. Вот. Ну, некоторые люди это не перерастает и по жизни продолжают в эту игру играть. Еще раз, это страх близости. Страх близости проистекает и с проблемой личной границы. То есть, человек не очерчивает для себя личные границы. Ваша мужчина не очерчивает для себя личные границы. Но есть большая проблема с личными границами, и поэтому он так себя ведет. По вашему тексту я сделал вывод, что мужчина зависим от вас. Ну, в той или иной степени он от вас зависит. И мужчина действительно нуждается в вас. Но его нуждаемость, это нуждаемость садиста. То есть, ваш мужчина еще в какой-то степени и садист. Ему нужно постоянно выводить вас на эмоции. Ему нужно постоянно выводить вас на экспрессию. И только тогда, в случае, если у него получится вывести вас на экспрессию, только в этом случае человек будет удовлетворен. И именно поэтому, когда он понял, что вы начинаете обходиться без него, он вновь решил, как бы, появиться в вашей жизни, потому что вы ему нужны. Но игры не прекратятся в соне. Игры не прекратятся. Игры, они останутся. Игры, они будут. Потому что без психотерапии от игр избавиться достаточно сложно. Потому что, как я и сказал, продиктованы это тем, что у человека есть внутренние страхи. Вот, в данном случае, ну, страх мужчины, можно вот предположить, что он боится быть слабым, да, и, собственно, боится, что его будут использовать. Поэтому используют вас. Ну, это одно из предположений. То есть, тут много есть различных вариантов. Вот. Я не буду говорить, что тот вариант, который я озвучил, он адекватный, да. То есть, это просто вот то, что первое пришло в голову. Но есть еще очень много других вариантов. Вот. По поводу психо-социопата я не скажу, потому что это все-таки такие медицинские термины. А психологи не занимаются медицинскими диагнозами. Я могу только вот с точки зрения психологии дать какое-то вот такое описание. Это то, что касается вашего вопроса. Если вы заметите, то в цитате, которую вы привели, вы пишете, «Так и быть, давай без игр, мы оба все испортили, мне с тобой лучше, чем без тебя». В этой цитате мужчина выступает, как бы, принимающей стороной. То есть, он, по сути, разрешает вам быть с ним. Это и есть игра. И она не закончится с его стороны. Кроме того, вы видите же, что он пишет, «Мне лучше с тобой, чем без тебя». Идет ориентир на себя. То бишь, это эгоизм. В эгоизме нет ничего плохого. Но здесь эгоизм проявляется за счет вас. Из чего я делаю вывод, что мужчина хочет продолжать вас использовать. А это значит, что особо ничего, к сожалению, не изменилось. Я понимаю ваши чувства. Я понимаю, что, по сути, мужчина сковырнул всю вашу рану, всю вашу боль, которая у вас есть, которая только-только-только стала затягивать после того, как вы какое-то время были не вместе. Вот. И сейчас вам вновь приходится это переживать. Я понимаю, что вам тяжело. Смотрите дальше. Вы пишете, что у вас накопилось столько вопросов, но по сути задаете вы... только один вопрос. А вот про мужчину, да? Социопат ли он? И на этом, наверное, ответ на вот тот вопрос, который вы задаете, он заканчивается. И дальше, если вы не хотите слушать про то, что касается вас, дальше, если вам не интересно то, что касается вас, дальше, если вам не интересно работать с собой и познавать себя, потому что вы можете считать, что, ну, в достаточной степени осознали свои чувства, осознали свои эмоции, вы вот пишите, что вы прорабатывали чувства, осознали, вот. Если вы считаете, что это так, то дальше слушать, наверное, не надо. Но я все же скажу, потому что мне кажется, что как профессионал я должен это сделать. Я должен прокомментировать ваш текст. Тем более, что, как вы их заметили в своих дополнениях, вы задали платные вопросы. И как раз бы получить, наверное, максимум обратные связи. Итак, психологи говорят о том, что женщина сразу должна проявить нежность к мужчине и только тогда получит от него хорошее отношение. Я не знаю, о каких психологах вы говорите, но любые отношения строятся на безусловности, а это значит, что понятие должен и условность получения чего-либо сразу исключается. Я этого не понимаю, я покупаю, что ли, в социстском магазине. Вы совершенно правы. Вы совершенно правы, это отношения по расчету. Я не знаю, в каком контексте говорили психологи то, что вы приводите, но, возможно, речь шла о отношениях по расчету. В таком случае, все в порядке. Отношения по расчету действительно развиваются именно так. Заплати – получи товар. Дальше, я бы сказал, не очень понятно. Значит, вы пишите, я этого не понимаю, я покупаю, что ли, в социстском магазине, это понятно. Заплати – получишь товар, это что все понятно. Естественно, речь идет не о том, я хамлю, а ты люби. Вот это не очень понятно. То есть, не очень понятен контекст, если честно. Если вы имеете в виду, что женщина должна проявлять нежность к мужчине, только тогда получится от него короче отношение. То есть, вы подразумеваете, что женщина изначально наталкивается на хамство, проявляет нежность, и это хамство уходит. Что в таком случае, если вы не это имеете в виду, то тогда что? То есть, вот вы пишите, что психологи говорят, женщина сразу должна проявить нежность к мужчине, и тогда получится от него хорошее отношение. Но до того, как женщина не проявила нежность, к мужчине будет относиться плохо. Получается так. При этом, вы говорите, что вещь идет не о том. Я хамлю, а ты люби. Странно. Кроме того, если я вижу, что мужчины игнорируют то, что мне важно, хотя видишь, я говорила, что мне это неприятно, то о какой нежности может идти речь? И здесь я с вами согласен. Вы большая молодец, что говорите, что вам неприятно. Но говорить, к сожалению, мало. Иногда еще нужно обеспечивать действиями то, что вы говорите. Если вы только говорите, рано или поздно, мужчине это обесценится. Ну, по крайней мере, тем мужчине, который, скажем так, считает женщину ниже себя. Хотя, когда я занято делом, мне нужно сосредоточиться, что мужчина ходит вокруг да около и пялится, как на кусок мяса. Если честно, вот это предложение, мне не ясно, что вы имеете в виду. Я такое выражение встречал в контексте сексуального влечения. Да и вы, вроде бы, пишите, что ходит вокруг да около и пялится. Что, как бы, тоже намекает на то, что, возможно, у вашего мужчины к вам в этом контексте сексуальный интерес. То есть, вы хотите сказать, что, когда вы заняты делом, мужчина отвлекает вас тем, что сексуально к вам пристает. Имеется в виду, что никак не уважает то, что вам нужно заниматься делом, а следует исключительно своему влечению, следует исключительно своим желаниям. И в таком случае я полагаю, что мужчина, как я уже сказал, эгоист, он думает о себе. Но в этой ситуации остается не совсем ясна ваша роль. То есть, ну, вы же, получается, терпите то, что он относится к вам так. Вы же, получается, принимаете такое его отношение к себе. То есть, вы же, получается, ну, вероятно, надеетесь на то, что он изменится или как. Выставляю на показ всем вокруг свои притязания, мешая мне, уже не знаю, куда деться, задыхаюсь, тут не до работы. Здесь вы имеете в виду, что мужчина демонстрирует всем окружающим то, что вы принадлежите ему. Я бы сказал, что до того, как вы написали, что вы вместе работали с ним, смысл вот этих предложений вообще осталось очень неясным. Когда, ну, я знаю, что дальше вы написали про то, что вы работали вместе с ним. И теперь я понимаю, о чем поговорить. А в этом контексте мне кажется, что, ну, мужчина уже не уверен в себе. А вот вы, то есть, что вы пишете, что уже не знаю, куда деться, задыхаюсь, тут не до работы, вы проявляете жертвенную модель поведения. Ну, это единственное, что я могу здесь констатировать. Я могу констатировать при желании причины, при вашем желании причины, почему вы можете демонстрировать жертвенное поведение. И, по сути, некую созависимость. То есть, вы описываете этот элемент созависимости. Ну, я думаю, вы знаете. Ну, пока это все. Когда говоришь, что тебе неприятно, в ответ слышишь, я так хочу, я люблю, я же не виноват, ты не можешь говорить другому человеку, как тебя любить. Ну, да, опять же, имеется в виду, что мужчина таким вот образом демонстрируя то, что вы принадлежите ему, и, по сути, демонстрируя неуверенность в себе, рационализирует это в любовь. То есть, может, я тебя так люблю, ты же не можешь показывать другому человеку, как тебя любить. Ну, и плевать, что это вредит тому человеку, которого в данном случае он любит. Что ж, это, опять же, проявление статистической модели поведения. Вот. Другое дело, что, как я и сказал ранее, не всегда достаточно говорить, не всегда достаточно слов. Иногда, помимо слов, нужны еще и действия, к сожалению. Мне кажется, что надо мной просто издеваются, как можно не прислушиваться к чувствам другого партнера. Ну, вот если человек статист, то он слышит только очень сильные, очень экспрессивные чувства партнера. Он не слышит чувства человека более-менее слабые. И да, это признак социопатии, но все-таки социопатия это немножко другое. Все-таки социопатия, она отличается по своей картине, скажем так, от садомазохистических отношений. Вот. Социопат, он все-таки вообще лишен какого-либо, каких-либо чувств, и своих в том числе. В том числе. Вот. Я не отрицаю того факта, что ваш мужчина может быть социопатом, но пока что я описываю просто на целомазохистические отношения. Так, значит, мне кажется, что он давно издевается. Да, возможно, это так и есть. Возможно, это действительно над вами издевается, возможно, что вы ощущаете себя так. Но для мужчины это нормальная позиция. Для мужчины это нормальная позиция. Я не думаю, что он осознает, что он играет. Я думаю, к сожалению, что такова его реальность. И вопрос заключается в том, почему вы, опять же, это терпите. Почему вы терпите издевательство над собой. То есть, у вас есть тоже какой-то резон, это терпеть. Дальше. Так, значит, как можно не прислушиваться к чему-то другому партнеру? Ну, можно, если чувства другого партнера для тебя не так важны, или ты просто не можешь их слушать. Либо ты им не доверяешь. Как известно, сладисты очень недоверчивые людям. При этом, когда он на работе или просто что-то не получается, тут уже и я не в радости, вообще меня нет. Ну, здесь сказывается такая больше истерическая черта вашего мужчины с одной стороны. И некая такая уязвленность этим с вашей стороны с другой. Вот уязвленность это точно меня здесь интересует. То есть, если вас это задевает, этот вопрос нуждается в раскрытии, если вас задевает то, что вы перестаете существовать для мужчины, когда у него проблемы. Однако, это проявление истерической, ну, истерической черты. Какой-то однобокий подход, нет? Да. Это однобокий подход. Все верно. Это подход, направленный на то, что женщина является просто дополнением для мужчин. Ни больше, ни меньше. Все верно. Все так. Когда у меня не заладилось в работе и меня отравили, я принял решение уйти в другой отдел. У меня будет больше возможностей, впрочем, работать с ним было невыносимо. Ну, Соня, здесь, конечно, не могу не отметить того факта, что я понимаю, что вас травили, я понимаю, что это неприятно, я правда это понимаю, но как я сказал выше, у вас есть позиция жертвы. К сожалению, позиция жертвы проявляется не только в личных отношениях, а нам это проявляется и в социально-общественных тоже. Если я прав, если я прав, поправили вас в том числе и потому, что вы продвигали свою жертвенную позицию. Вот. И, соответственно, я понимаю, что вам неприятно, но эту ситуацию можно постариться, если ничего с этим не делать. Плюс, опять же, вопрос, если вам было работать с ним выносимо, зачем? Зачем вы работали? Зачем вы терпели? Зачем вы? Я так понимаю, что с мужчиной вы познакомились на работе и вызывался такой служебный роман. Ну, я это предполагаю, потому что нет никаких оснований для того, чтобы думать по-другому. Он досчитал это личное предательство, стал меня игнорировать, стал голос в коридоре, говорит, что ему стыдно предоставлено за меня, что я недостаточно старался, что и обменят меня в моих эмоциях, которые мне не всегда работают, в чётку к нему идут. Да, это всё классическая история садиста. Это всё классическая история садиста. Садистическое такое поведение. Плюс, это, конечно, как я и сказал, отсутствие лишних границ. Сейчас. Вот. Но вы описываете то, как мужчина агрессирует по отношению к вам. То есть, грубо говоря, проявляет агрессию по отношению к вам. Но вы, братцы, практически ничего не пишите о том, какое ваше во всём этом участие. Вы практически не пишите ничего о том, как вы всё это допустили и как вы ко всему этому относились. То есть, вообще не такое, что вы все его удары просто принимали и всё. Дальше. Мне было очень больно и одиноко. Я понимаю, но вопрос заключается в том, почему вам было больно и одиноко. Вопрос в том, на чём базируются эти чувства боли и одиночества. И так ли здесь, при чём мужчина? При этом, человек постоянно напоминает о том, что несмотря на все мои недостатки, на то, что есть куча девушек лучше меня, так как я не дотягиваю, он всё равно почему-то любит меня. Вот и ненавидит одновременно. Это садистическая игра, в которой мышина пытается вас дискредитировать, пытается занизить вашу самооценку, чтобы привязать вас к себе и чтобы вы никуда не делись. Так, мы давно не виделись, но я всё ещё испытываю очень глубокие чувства к нему. Какого рода? У них нет доверия, понимания, есть огромная нежность. Я смотрю на него и понимаю, что этот человек может быть монстром, но ведь он такой милый. Ну, здесь, вот вы пишите, есть огромная нежность, я смотрю на него и понимаю, что этот человек как и не понимаю, а, я смотрю и не понимаю, как этот человек может быть таким монстром, где он такой милый. Я боюсь, что именно милота человека образует его монструозность. Я боюсь, что именно то, что вы считаете милым, и является монструозным в человеке. Я боюсь, что то, что изначально вас привлекает, уже является садистическим. По крайней мере, пока что у меня нет оснований для того, чтобы считать по-другому. Я долгое время прорабатывал свои чувства как осознание, что всё так, как есть, что тот, кого я люблю, вытер от меня ноги. А любите ли вы его, если любовь несёт страдания для вас, если вам больно, одиноко? Любовь ли это? Любовь ли то, что несёт боль? Любовь ли то, что делает вас несчастной? Так, приходило к пониманию, что просто не моё что-то не исправить. Дело не в том, что это не ваше. И дело не в том, можно ли это исправить или нет. А дело исключительно заключается в том, как вы оказались в этой ситуации. Благодаря чему, благодаря каким вашим желаниям вы оказались в этой ситуации, каким вашим решениям, поступкам, выборам вы оказались в этой ситуации. Я полагаю, что ответ кроется всё же в том, что вам больно и одиноко. Так, дальше. Значит, только недавно я начала опускать внутреннюю боль, опять начала радоваться жизни. Мне очень тяжело это удалось. Я уже не хотела даже вставать в кровати, делала всё по бред и не могла плакать. Так, то есть, тут вы описываете всю тяжесть вашей ситуации, я не понимаю. Он мне написал, так как бы давай без игр, мы оба все испортили, мне это было лучше, чем без тебя. Ну, он просто испугался, что вы его бросите. Он испугался того, что вы стали самостоятельными, как я и сказал. Так, теперь то, что касается дополнений. Я, наверное, не буду их читать, потому что в этом нет никакого смысла, ибо это касается исключительно только вашего диалога со специалистами. Вот. А мои, мои заключения, которые я давал в ответе, не являются истинной последней инстанцией. Всё это лишь пока только по гипотезам. Вот. Гипотезы, основанные на тех данных, которые есть, эти данные могут либо подтвердиться в процессе беседы, либо опровергнуться. Соответственно, гипотеза может меняться также. Вот. Поэтому я не настаиваю на том, что всё, что я сказал, правда. Я также не знаю всех обстоятельств вашей жизни. И вполне вероятно, что вы оказались просто по жизни в экстремальных, достаточно экспрессивных обстоятельствах, что повлекло за собой такого рода поведение. Ну, например, мужчина оказался рядом в период вашего кризиса или очень тяжёлой жизненной ситуации, и в этой тяжёлой жизненной ситуации вы захотели на него опереться, а он позволил, а потом всё это обернулось вот в такой кошмар. Ну вот. Это вполне может быть и такая история тоже, поэтому я не претендую на истину, я не хочу, чтобы вы думали, что то, что я сказал, это вот железно-бетонная правда. Вот. Я надеюсь, что мой ответ поможет вам хотя бы немножко приблизиться к пониманию того, что происходит. На этом всё. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.